здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать надеюсь мне хорошо видно и хорошо слышно сейчас мне юра что-нибудь напишет если это так и мы с вами начнем так если все хорошо я вижу что все хорошо запускаю инстаграмчик и пошли работать здравствуйте здравствуйте уважаемые дамы и господа рада вас приветствовать я бахтина елена вы на моем канале кстати если еще не подписаны сделайте это а я по специальности врач акушер гинеколог генетик и так получилось что давно занимаюсь санитарно-просветительской деятельности сам просвет работа это то чем никогда никто из докторов не хотел заниматься но честно говоря думала что это самое главное самое главное обучение людей правилам поведения в собственном теле если человек обучен вести себя хорошо в собственном теле тело не мстит тело не выпендривается тело не портится тело не изнашивается тело молодое красивое такое как вам надо функциональная способна воспринимать все прелести окружающей жизни наслаждаться заниматься всеми активностями и так далее это то что нравится мне друзья и я заметила что ну я видимо какая-то там ординарная в этом плане это нравится огромному количеству моих других людей которые являются моими слушателями и сегодня мы с вами разберемся разберемся как из обычной девочки меня в основном девочки смотрят но мальчики тоже смотрите пожалуйста потому что ну как вам сказать знание о здоровье в семье приходят в основном через женщин потому что они готовят но бывают такие мужчины которые тоже вот об этом думают например они там фитнес инструкторы или они просто когда-то занимались спортом и это им не чуждо вообще представление о телесной красоте да и они тоже с удовольствием воспринимают эту информацию сегодня я хочу вам рассказать о том как из обычного человека стать красивым человеком замечали что время нас не красит кто замечал что время нас не красит когда вы встречаетесь с одноклассниками через 10 лет после окончания вуза примерно такие же все через 20 лет вы уже многих не узнаете а вот а через 30 лет я еще не пробовала интересно прошло уже прошло уже наверное 30 лет нет еще не прошло вот но я уверена что я многих недосчитаюсь просто их уже нет живых по причине инсультов инфарктов смерти от осложнений сахарного диабета и просто тупо не смог прийти потому что позвоночник уже не носит вот примерно так друзья это какие-то 30 лет разве так можно быстро изнашиваться я думаю нельзя поэтому сегодняшняя моя информация для вас прямо вот и начнем с того почему так важно иметь оптимальный вес вот меня никогда не хейтили за то что я вечно говорю надо худеть надо худеть но у меня есть группа нутрициологов я их называю богатые нутрициологи потому что наша задача не только быть полезным окружающим людям но еще и быть богатым человеком помогая окружающим людям то есть много пользы соответственно тебе деньги приходят вот примерно такая идея так вот их иногда хейтят в каком плане вот вы не любите полненьких друзья я люблю всех я к людям отношусь безоценочно но просто я точно знаю есть физиология и во всех физиология это пропорции оптимальный вес раз такое соотношение и когда ты соответствуешь этим пропорциям на тебе сидит вся одежда у тебя хорошо работают все органы внутренние органы к тебе не цепляются полячки тебе она тебя обращает внимание противоположный пол вот и все в принципе в твоей жизни классно занимайся другими делами главное из обычного человека стать красивым человеком и потом наращивать результат вот в этом я молодец вам извините что не показываю свою картинку в инстаграме но я ее показываю сейчас в ютубе а в ютубе меня можно найти академия здоровья елена бахтина instagram старости нет нижнее подчеркивание журнал пожалуйста подпишитесь смотрите первая фотография это 2010 год это 13 лет назад и мне там тогда не было еще 40 лет и я себя чувствовала 40-летней теткой прям не женщины красивый 40-летний извините все красивые 40-летние женщины я себя чувствовала теткой потому что я перестала танцевать под музыку когда ее слышала потому что я стала меньше улыбаться потому что я добавила всего лишь четыре лишних килограмма но я себя ощущала очень грузно потому что у меня появился живот и когда я смотрела вниз я видела не носочки своих туфелек а именно живот я перестала носить красивые платья потому что они мне перестали идти и весь мой гардероб я готова была отдать в пользу бедных потому что ну перестала на мне что-либо сидеть и вот это вот фотография в принципе еще не 40-летней женщины но уже стареющий и я подумала боже ну что же такое ну не может быть в 38 лет старость не может быть в 38 лет старость скажите когда вы примерно ощутили то же самое что я в каком возрасте напишите тот возраст в котором мы примерно ощутили но у вас могли бы другие какие-то моменты вот примерно то же самое что я вот я должна сказать такую вещь те девчонки которые полненькие с школьного возраста или рано стали полнеть тут рано вот эту эстетику телесную потеряли они как бы не склонны на это заморачиваться она добавила лишних четыре килограмма они к этому привыкают а я всегда была тоненькой трости ночкой тонкой звонкой ходила на оттокенных шпилях и мне было все равно идти на футбол на таких шпилях или идти в на послушать моцарта на таких шпилях вот и вдруг вот такое на меня навалилось и я главное не поняла за что 58 лет татьяна потом я включила мозг но он же меня как бы зачем-то мне даден но сначала я его не включила думаю так это недостаток физической нагрузки я пошла в спортивный зал отпахала там друзья я 9 месяцев отпахала в спортивном зале я осталась такой же как на верхней картинке точно такой же но только пояс верхних конечностей у меня возмужал если бы мне дать весло женщина с веслом я бы тут всех разогнала честное слово я смотрела на себя в зеркало мощная тетка кровь с молоком все красиво все хорошо но мне не нравится потому что внутри я тоненькая березочка я пришла в спортивный зал говорю девочки и что это такое но посмотрите на меня я же уже мужик они говорят а что вам не нравится а когда я приходила они мне сказали поставьте пожалуйста цель с какой цель вы хотите добиться я поставила цель плоский живот вот они готовы мне нравится я говорю ну я пришла за плоским животом а теперь смотрите ну я показываю пояс верхних конечностей смотрите на меня на что эти девочки молодые тонкие звонки боже студентки ну кто нас тренирует до студентки они мне сказали одна из них не сказал но перестаньте тренировать пояс верхних конечностей крутая идея вот крутая идея вот вообще я забросила этот зал и ушла в наблюдение внутрь себя что ли она ты делаешь не так что ли она ты делаешь не так стала читать книги по физиологии возобновила боже я не помню друзья я вас очень хорошо понимаю где белки где жиры в пище где углеводы орехи это белки жиры или углеводы молоко чего там больше белков углеводов на пицца это что в общем мне это все пришлось вспоминать мне стыдно я врач я закончила медицинское училище и медицинский университет и магистратуру на все пятерочки ну вот эти жизненно важны для меня вещи они у меня улетучились из головы я помнила что-то другое и тогда я решила провести двухнедельный эксперимент спам по поводу питания то есть я поняла что передозировка углеводов моем питании может давать мне лишний жир на боках просто передозировка белков но как бы я не столько жру чтобы их прям передозировать вот по жарам я никогда не налегала значит углеводы я на две недели убрала излишек углеводов я не я не ушла на низкую на на безуглеводное питание просто убрала излишек углеводов и я превратилась за две недели в ту девочку березку о которой я мечтала я не помню сколько это было по килограммам я была настолько ошарашена что я не взвесилась но я помню что я вернулась в объеме мы своего 25-летия на мне опять сидели все платья у меня опять был плоский живот у меня опять была нормальная подкожно-жировая клетчатка да у меня немножко подхудела грудь тогда мы придумали с девчонками мантру жир уходи кроме груди вот но я себе опять стала нравиться и когда мой муж на две недели был в командировке вернулся он вдруг увидел меня ту ту меня которая ему понравилась который он сделал предложение от которого я не могла отказаться то есть сначала включи голову поменяй питание а потом все остальное фотографии вы не видите в инстаграме потому что у меня нет возможности показывать фотографии в инстаграме но идите на мой голос и вот эта фотография в общем это этой фотографии на 10 лет старше это это будет 2000 примерно двадцатый год или должна 12 лет старше вот я держу нормальную физическую форму а более того я ее не держу я ее развиваю то есть я понимаю что если я просто сейчас за застряну в этой мышечной массе в этом в этой процессе жира тоже будет хорошо но я же хочу жить дальше соответственно я хочу развивать свое тело в том числе и я хочу вам передать эту жажду друзья жажда жизни до жажда позитивных изменений в здоровье жажда позитивных изменений во внешнем виде я просто я воспринимала и сейчас воспринимаю этот метаморфоз было стало как подарок судьбы как подарок природы как будто бы мне боженька сказал лен ну ты испортила старое тело засранка такая давай так я тебе голову сохраню весь твой наработанный опыт рэд это а тело подставлю другой я это так практически воспринимала и это восхитительно показываю пример на свое мужи юрий гончаренко вашему вниманию извините что я не показывал в инстаграме нет возможности в инстаграме показывать в общем поехал как-то без меня в турцию привез большое количество фотографий вот и главное в основном пейзажи и буквально несколько фотографий его ну как он он а на этих фотографиях а весел он тогда на 90 килограмм но много но много в принципе для такого мальчика как он а вот и фотографировать его можно было по грудь а ниже груди просто вот бурдюк этот живот висел поэтому нельзя было ниже груди фотографировать вот конечно это все сказывается и на мужском лице и видите сразу же да ну в общем смотрел на меня муж смотрел смотрел я уже березонь когда я уже кручусь на одном каблуке я уже хочу танцевать я уже слышу музыку и и выпендриваюсь да вот а он вот такой а он вот такой как я его раскормила за 10 лет совместной жизни друзья это же была моя ответственность я его раскормила за 10 лет совместной жизни он сделал плюс 17 килограмм к весу но сопротивлялся больше я не могла его накормить тем чем я уже питалась то есть я поменяла свой стиль питания всю семью к кормлю по старому я же нормальный человек я же не буду у них отбирать то к чему и 10 лет их приучала вот а сама питаюсь по-новому и я красавица а он так себе в семьях друзья вот кто сейчас меня очень внимательно слушать происходит подтяжка если один полненький то тот кто худой у него два варианта либо он к полненькому присоединиться либо тот полненький папа худеет немножечко подтяжка подтяжка по возрасту происходят если очень разно возрастные то тот кто младше может себя начать ввести и чувствовать как более старший или наоборот наверное вы это чувствуете и подтяжка по уровню здоровья друзья есть подтяжка по уровню здоровья потому поэтому я интуитивно я не знаю это на уровне интуиции я опасаюсь проводить много времени с людьми которые на ели себе хронические болячки это я имею ввиду лично это не я не имею ввиду в чатах чатах я прям всегда сижу помогаю потому что вам нужно выкарабкаться но вы это будете чувствовать когда вы станете на несколько голов повысите выше свой уровень здоровья вы не захотите слушать человека который вам рассказывают про очередной гипертонический криз потому что он наел свой гипертонический криз он теперь об этом за этим заполняет ваш эфир это ужас когда юра перестал сопротивляться он спокойно сделал минус 14 килограмм и превратился в человека от которого я не смогла тогда не принять предложение так вот третий пример из семьи должна сказать что в семье у нас трое детей двое девочек и один мальчик одна девочка один мальчик худючий а а анастасия юрьевна она такая пышная девушка и вот она в 17 лет в 17 лет сделала вывод что ну надо конечно пышная украиночка это замечательно но надо бы как-то чтобы знаете у нее основное было чтоб шорты сидели на ней вот ей нужно было чтоб шорты на есть или и опять-таки плоский живот вот вот это вот она хотела она сделала минус 17 килограмм минус 17 килограмм и на ней до сих пор сидят все шорты все юбки в общем когда мы с ней идем в магазин за одеждой я прям готовлю карточку чтоб на ней было достаточное количество денег потому что я не знаю что выбрать все что она берет в руки все на ней сидит замечательно и я все это покупаю потому что что девочка должна быть очень красиво одета так вот скажите мне как ты врач по образованию магистр медицины смогла позволить себе раскормить всех своих жителей в семье до такого состояния что прям мы видели вот это вот все на фотографии друзья я действовала по всемирной организации здравоохранения по пирамиде питания который продвигает каждый ваш кардиолог которую я учила которую я доверяла представляете масштаб крушения моего внутреннего мира когда я поняла что мой лишний вес эти четыре килограмма которые меня изуродовали они из моей еды они только недостаток физической нагрузки потому что извините я себе дала достаток физической нагрузки и ничего и ничего почему я стала мощнее на физической нагрузке мышечную массу нарастила а жир оставила на месте так вот этот жир этот жир это не что иное как передозировка чего-то в моем питании смотрим на всемирную на пирамиду которая питание всемирная организация здравоохранения они нам предлагают видите в базе больше всего должно быть в нашем питании хлеб каши макаронные изделия хлеб углевод каша углеводы макаронные изделия углеводы должно быть 5-6 порций в день вот этих вещей напоминаю если кто-то меня слушает впервые смотрите когда вы кушаете не сладкие вещи ну например там макароны они же не сладки то ваши пищительные ферменты расщепляют крахмалистую молекулу углевода из макарончиков расщепляет до отдельных глюкозинок потому что крахмал это полимер глюкозы и глюкозы идут в крови в кровь глюкозинки бегут в кровь если вы сегодня мало двигались то эти глюкозинки они бы если много двигались сожгли с образованием энергии а вы мало двигались и из них делать запасное питательное вещество или гликоген но его мало или жир вот и все когда я сопоставила одно с другим что я сделала я отстригла нижний этаж пирамиды питания вот здесь вот я отстригла и сказала себе я я не знаю что такое хлеб я каши объясните что такое каши я никогда не ела каши макароны изделия нет друзья из макаронных изделий красивые панно картинки получается на то что можно есть да я себе так сказала что я теперь это не ем но по крайней мере на две недели что мне осталось мне остались все овощи все овощи но я на всякий случай убрала картофель и вареную свеклу как так как это крахмалистые корнеплоды то есть живые салаты тушеные салаты все виды капусты так далее было чем наесться фрукты в первой половине дня я себе оставила и фактически основу моего рациона создали высокобелковые продукты питания надо же было чем-то если не макаронами то чем то чем мясо рыба птица сыр и яйца вот это вот основное и на этом я получила результат если вы думаете что я думаю что вы не что вы не знаете об этом то не думайте я знаю что вы знаете также я знаю что вы зная это не достигли результат а почему я сейчас говорю прописные истины которые вы знаете так скажите ради осьминога почему ваши веса ростовое соотношение еще не нормально а потому что это аналитика друзья когда вы общаетесь но я не секрет что я веду бесконечные курсы зачем мне курсы я хочу взять вас за руку и довести вас до результата я хочу вашу аналитическую систему заложить тумблеры тумблер по углеводам вот вы неделю провели вместе со мной и замерили результат нифига значит тумблер в сторону уменьшения по углеводам а тумблер по физической нагрузке в сторону увеличения вторую неделю провели нифига еще третью неделю провели нифига давайте дневник питания не верю я не верю и вы говорите что вы все делаете как она сказала результата нет дайте я посмотрю и мы найдем ошибку и так далее вот вот такая вот история если другие результаты это моя кума кума она всегда была полненькой сколько я ее помню она всегда была полненькой и она говорила хорошего человека должно быть много и она себе ни в чем не отказывала никогда потому что ну она любила себя она любит себя вот сначала и она просто стала подглядывать за мной в социальных сетях и вот как-то пошло 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 видите на картинке которые не видно в инстаграме пошли там не могу показывать картинки минус 33 килограмма но к своему 50-летию это к вопросу мне 50 лет мне уже поздно худеть мне 60 лет мне уже поздно выходить из метаболического синдрома не поздно к своему 50-летнюю она сделала минус 50 килограмм веса многие говорят я не буду страничку что у меня все обвиснет человек который всю жизнь прожил за 100 за 100 посмотрите как она выглядит она выглядит намного лучше и ничего у нее не провисло друзья мы иногда запрещаем себе иметь результат потому что надумываем какие-то негативные последствия а на самом деле самое негативное что вы можете придумать это оставаться в метаболическом синдроме я сейчас объясню что это такое почему со мной стоит дружить потому что я знаю что с вами будет происходить когда вы будете стройнеть худеть я не люблю слово худеть слова худо я люблю слово стройнеть от слова строить строить если вы пойдете очень активно и попадете в китоз я знаю что с этим делать потому что я не только физическая нагрузка и буду с вами работать не только питанием но еще мне есть биологически активные комплексы и есть сейчас это очень модно к счастью и я вас научу пользоваться биологически активными комплексами так что вы это будете делать виртуозно я вчера ходила на концерт скрипичность фортепиано и играл виртуоз я с наслаждением смотрела как у него бегают пальчики как он бегает рука по грифу самое легкое что он сыграл это виртуозные но они теряют граммы мыши а иногда и килограммы мышечной массы это что это путь в молодость нет друзья это путь в старость что такое старость это саркопения потеря мышечной массы вы хотите так худеть пожалуйста велкам но только не со мной у нас странный и очень сложный путь самое тяжелое в нашем теле кости мышцы и коллаген ну то есть кожа простройка кожи это самое тяжелое мы наращиваем а легкий жир плавим и еще добиваемся результата в цифрах по вашему по вашим весам я точно знаю что ваши сосуды суставы обязаны получить все необходимое потому что можно похудеть а потом перестать ходить потому что не дали строительный материал для нежизненно важных органов для жизни неважных органов сосуды суставы и так далее я точно знаю и я просто не то что знаю я спасла огромное количество людей от диабета второго типа я не знаю цифры на которые идет счет но все люди у меня в чатах ну не знаю больше 5000 людей и чат и постоянно работающий даже если вы закончили мой курс вы все равно остаетесь чатах люди выходят из метаболического синдрома это всего лишь большая талия сейчас объясню из инсулинорезистентность это уже сбой по производству инсулина его много да и нормализует свой углеводный обмен останавливают гликацию при диабете это дело моей чести я этому обучаю вас и это становится делом вашего выживания и вы это делать огромное количество людей отдали всего лишь 10 процентов от своего веса и нормализовали артериальное давление значит они спасли себя от инсульта инфаркта и я не знаю как почти посчитать тех людей которых мы спасли вместе я и вы от рака потому что друзья инсулинорезистентности когда инсулина много вашей крови это несколько лет и рак потому что что инсулин я вам уже рассказывала это анаболический гормон который заставляет пролиферировать ткани пока мы с вами будем работать над вашим здоровьем вы станете чище чем сейчас потому что мы умеем мягко делать детокс и так далее самое главное я это рассказываю простым человеческим языком это очень важно друзья есть такая фраза если ты заболел смени питание если это не помогает внимание смени образ жизни а что такое образ жизни это не только питание то что мы делаем каждый день это движение это отношение к себе я смогу или я не смогу я должна вам сказать такую вещь когда вдруг заболеваю но вирусная инфекция ли дай бог там что-то зуб у меня сразу теряется уверенность что я смогу выкарабкаться я не знаю может быть все так думают но вот например юра он иначе он прям начинает бороться он начинает заваривать чаечки он начинает там кормить себя биологически активными комплексами витаминами так далее у меня руки опускаются я знаю что таких как я много то что тогда когда у меня вот эти четыре килограмма добавились у меня сначала была депрессия руки опустились я решила что это старости мне больше ничего не поможет и только потом я взяла свои яйца в кулак и стала работать и смотрите сначала сменить питание потом сменить образ жизни и если это не поможет тогда идти к врачу а у нас что а у нас все наоборот мы начинаем с похода к врачу не так ли не долго долго терпим а потом начинаем с похода к врачу и врач видит что вы уже пропустили смену питания вы уже пропустили смену жизни вы довели уже себя до состояния что да реально вас надо лечить сидит такой же как вы скорее всего в том же метаболическом синдроме я не видела красивых врачей знаете почему я боялась быть врачом в длинном промежутке времени с большим стажем то что я смотрела на старых врачей это старые больные люди я думала боже ну ты же все знаешь о здоровье почему-то такой старый такой больной а потому что образ жизни когда я стала работать врачом я поняла утром надо обязательно поесть потому что на работе вообще некогда пописать некогда сходить воды некогда выпить но это я про акушерский стационар может быть у вас какая-то другая ситуация а в полдень приносит эти ужасные пирожки пиццы и так далее все не из непонятно чего сделано и доктора идут покупают средние медработники идут покупают и санитарки это люди с самым низким образованием идут и покупают то же самое то есть уровень образования пищевой питательный у всех одинаково нулевой поэтому красивые доктора молодые доктора а опытных докторов красивых ну как бы не бывает поэтому друзья мы все умрем вот скорее всего мы все но если мир окончательно не сойдет с ума он сходит с ума он сошел с ума я в него не верю ну знаете я в него не верю и все такое но как-то жизнь продолжается ты жрешь все равно каждый день вот и каждый день ты можешь иметь физическую нагрузку или нет и вот руки у меня уже повисели повисели я решила что опять нужно как-то работать все-таки да так вот по крайней мере давайте перестать умирать от болезни цивилизации потому что этим мы точно можем заниматься вот точно можем заниматься давайте расскажу вам про болезнь цивилизации Я бы на первое место поставила Вот на пятом месте стоит ожирение И его осложнение Я не согласна Со всемирной организацией здравоохранения Не ожирение А просто лишний вес Моя мама мне говорит Лена, я что полная? Я ж не толстая Она мне говорит И она не толстая У нее худенькие ручки, худенькие ножки И животик у нее Извини, мама, если ты меня сейчас слушаешь Я тебе говорю Я всем говорю У кого животик Прям метните сейчас и померите Ну талию померите Сколько сантиметров я сейчас у вас спрошу Так вот Ученые были потрясены Когда поняли Что в большей степени Вредит здоровью Даже в плане образования онкологических заболеваний Не общее ожирение А вот этот висцеральный жир Этот животик Сейчас тоже о нем поговорим Как он влияет на образование Сердечно-сосудистых заболеваний Если у вас есть животик Висцеральный жир Вы в метаболическом синдроме То у вас высоченный уровень холестерина Скорее всего А значит он осаждается на стенке Кровеносных сосудов И будут инсульты Инфаркты Ну если не повезет То Инвалидность Если повезет То сразу новое тело Ну в смысле на тот свет И возможно новое тело Если конечно вторая жизнь существует Как лишний вес Влияет на сахарный диабет второго типа Напрямую Вы драконите свой углеводный обмен Большим количеством углеводов Доигрываетесь до того Что повышается уровень инсулина в крови А после этого происходит поломка Уровень инсулина высоченный Но клетки от него защищаются И в крови продолжает плавать Огромное количество глюкозы Которую хотят поместить Внутрь клетки Но не получается Все Сахарный диабет второго типа Называется Дожрались Нет таблетки от сахарного диабета второго типа И не будет никогда Потому что проблема Которая рождена через питание Обязана быть решена Через питание ТЧК Как онкологические заболевания Мы привлекаем жиротвой Вот в тот момент Когда инсулин высокий Гиперинсулиномия Вот именно в тот момент И начинается выбор органа мишени На которые будет отработано Онкологическое заболевание Потому что инсулин Заставляет расти Пролиферировать ваши ткани Посмотрите на себя Если у вас Гиперкератозные Раскрескавшиеся пятки Это уже оно Если у вас Вместо ожерелья на шее Огромное количество папиллом Это уже оно Папилломы под грудью В подмышечных впадинах Кератомы Вот это оно Это проделки инсулина И он прямо сейчас Выбирает орган На который бы подействовать Чтобы там была онкология Про остеохондроз вообще молчу Ваш позвоночник Ваш позвоночник Не подписывался Таскать плюс 10 килограмм Каждый день Возьмите Три Трехлитровых банки Наполните их Жиром Салом Смальцем Не знаю И таскайте постоянно С собой Почему вы этого не делаете А ваш позвоночник Этим занимается Какие претензии К нему Что он оброс Остеофитами Что он не может Таскать себя Что вы потеряли Осанку Потому что нет Никакой возможности Держать это все Вот это топ Пятерка Болезни цивилизации Смотрите Я много всего рассказала Практику хотите Всегда нужно выводить На практику Смотрите Прямо сейчас Кто девочки Видите Вот ваша часть Мужчины Вот ваша часть Извините В инстаграме Я не могу вам это показать Потому что у меня нет возможности Показывать картинки Вы сейчас ищите свой рост Быстренько Вот у меня метр семьдесят четыре Это что-то среднее Между метр семьдесят пять И метр семьдесят три Я выбираю меньшую цифру Метр семьдесят три И мне нужно понять У меня крупное Среднее Или мелкое телосложение Я беру правую руку И огибаю Левое запястье В самой тонкой зоне Там где нет Ни жира Ни мышц Только сухожилия и кости Вот обогнула Мне нужно понять Тип моего телосложения Посмотрите У меня захлёст На целую фалангу У меня мелкий тип телосложения У меня тонкая кость Мелкое телосложение У кого так же Пишите мелкое А у кого пальчики Только целуются Не получается Никакого захлёста Просто целуются Ваше телосложение Среднее Среднее А у кого Вы стараетесь Достать пальчиками Друг до друга Но не достаете Это крупное телосложение Ну вам повезло Вы родились крупной косточкой Но это не значит Что вам можно быть В метаболическом синдроме Вижу Вижу Мелкое Среднее Или крупное Теперь идём На точку пересечения Что тут непонятного У меня метр семьдесят три Пересекаются С мелкое Метр С мелким телосложением То есть я должна Весить пятьдесят шесть Или шестьдесят килограмм Всё На пол ногтя Ну берите среднее Кто смотрит меня Через инстаграм Можете загуглить Оптимальный вес И телосложение И вам другая Какая-то картинка Выпадет Но вы тоже можете Сориентироваться Там должно быть Крупное Среднее Мелкое телосложение И рост Друзья Вот все У кого Эта цифра Больше Вот у меня Пятьдесят шесть Шестьдесят Должно быть Если я вешу Больше шестидесяти То мне с этим Уже надо Что-то делать Или нет Надо 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 Прямо сейчас Уже надо Что-то делать Десять процентов Из вас Скажут Лена Я столько Никогда Не весила Верхняя граница Норма Я столько Никогда Не весила Ни в двадцать пять Ни в семнадцать лет Никогда Тогда вспоминайте Если вы были Прилично выглядящие В двадцать пять Сколько вы Вы весили В двадцать пять И идите К этой цифре Друзья Вы не можете терпеть Что ваше весо-растовое соотношение Не в норме Вы прям каждый день Разрушаете все суставы В первую очередь Тазобедренные Коленные И все вертебральные суставы А там этих суставов Между позвоночками Огромное количество Ну вот метр семьдесят Пишет И пятьдесят четыре вес Метр семьдесят Да и пятьдесят четыре вес Ну у вас Оптимальное Весо-растовое соотношение Даже при мелком При мелком Телосложении То есть вы в оптималочке Друзья Кто в оптималочке Надо ли вам Не работать с собой Не вздумайте Вы прям красоточка Таких людей Как вы Может быть Десять-двадцать процентов Которые в солидном Например В нормальном возрасте Сорок плюс Сохранили оптимальный Весо-растовое соотношение Я когда таких людей встречаю Я прям говорю им комплимент И спрашиваю Как вам это удается У каждого И каждый делится Своей хитринкой Так вот Кто в оптимальном Весо-растовом соотношении Не смейте портиться Не смейте терять мышечную массу Что такое Не смейте терять мышечную ткань Это не смейте стареть Старость Это саркопения Потеря мышечной массы Как мы Не допускаем саркопении Мы соблюдаем суточную норму белка Мы работаем над его перевариванием Мы даем силовую нагрузку Для похудения Аэробная нагрузка А тут силовая Мы даем суточную норму воды И мы даем коррекцию Женского гормонального фона Если у вас уже нет месячных Вот у меня вес не изменился А живот появился с возрастом Я об этом Я об этом Я об этом А теперь друзья Кто понял Что ваш вес Намного выше этой цифры Но эту цифру Вы когда-то носили Можете мне написать Сколько нужно убрать в килограммах Это первое Во-вторых Эту цифру Например 12 килограмм Нужно убрать Поделить на 3 За одну ступень Системы старости нет Куда я сейчас вам 60% скидку дам Вы будете терять 3 килограмма веса И вы поймете За сколько ступеней Системы старости нет Ступень 21 день Вы выйдете На оптимальный вес Ростовое соотношение Поклонитесь своим суставам И попросите у них прощения Вы им скажете Мои миленькие суставчики Я вас так люблю Прошу прощения Что я 12 килограмм лишнего веса На вас носила Теперь такого больше никогда не повторится Пожалуйста Работайте хорошо Я вас буду кормить Поить Давать хондропротекторы Все как она говорит Друзья Я устала быть Одна переводчик Я переводчик С языка тела человеческого На обычный Который мы с вами понимаем Пожалуйста Помогите мне Вы тоже можете Говорить со своим телом Мои студенты Говорят со своим телом На вы И тело отвечает Следующее Что Смотрите Я обратила ваше внимание На самое дурное На вес Самое дурное Что вот Можно Ну просто Это самое Легче всего Считать себе Этот показатель Следующий показатель Считать сложнее Это процент жира В организме Это надо заморочиться Это надо Найти фитнес-клуб Где есть Анализатор структуры тела Или Медицинский центр Где есть Анализатор структуры тела Или подружку Которая есть Анализатор структуры тела Или потратить сколько-то баксов и купить себе анализатор структуры тела чтобы посмотреть сколько вам не жира очень интересно смотрим друзья если вы девочка 20 и 24 лет то вы состоите на 22 процента из жира это нормально это красиво папочка бедрышки все на месте мальчики любят вы та же самая девочка в душе вам 24 но так получилось что уже 60 плюс кстати все там будут я иногда смотрю на молодых девчонок которые прям видно что она собой довольно и такая но при пренебрежительное отношение к возрасту только в общем европе нет пренебрежительного отношения к возрасту нет вообще здесь нет тут не принято пренебрежительно относиться к кому-либо не дай бог но я к чему почему говорю это пройдет молодость она проходит у всех и всем наверное к счастью будет 60 плюс смотрим на 60 плюс и о боге а это уже 30 процентов жира то есть 60 лет это норма если ты на одну треть состоит состоишь из жира а в 24 года это норма когда ты ну на 20 так на одну четверть состоишь из жира до 25 процентов или на одну пяту состоит из жира 20 процентов понимаете о чем я говорю а остальное что остальное мышечная ткань костная ткань поэтому у меня внутри четкое представление я нахожусь в какой-то определенной борьбе ну борьба это мое на самом деле сейчас много психологов говорит что вот нужно там помириться с собой перестать бороться для меня это остановка развития да я постоянно в какой-то борьбе она не выглядит как драка но у меня каждое утро это аэробная нагрузка чтобы подплавить жиры и привести жиры в соответствие я не хочу чтобы было 30 процентов я хочу чтобы было все-таки ближе к 25 например то есть я плаваю между 25 и 30 но я не уже скоро будет 50 лет вообще-то на минуточку я не хочу 22 потому что я точно знаю что в моей жировой ткани еще содержится какое-то количество женских половых гормонов эстрогенов они мне нужны поэтому тащать я не буду и как я смотрю что вот мне достаточно разделась перед зеркалом все хорошо нравишься себе окей значит держим этот процент жира проверяем время от времени и моя борьба заключается в том что я не теряю мышечную массу я ее наращиваю а это уже силовая нагрузка люди спрашивают ли на так что мне выбрать силовую нагрузку или аэробную нагрузку мне прям сложно вам сказать смотрите если вам нужно подплавить жиры выбирайте аэробную нагрузку это это ходить это бегать крутить педали это плавать это танцевать и так далее вот но если хотите быть не просто худым человеком или нормальным по телосложению но и красивым не с покатыми плечиками а с красивыми не с висячей попой а со стоячей попой и так далее тогда придется добавить еще силовую нагрузку теперь о самом главном типе жира висцеральный жир друзья это жир убийца это то что накапливается за передней брюшной стенкой в брыжейки тонкой кишки вокруг вашего печени селезенки и так далее и что дает вам вывалившийся живот вот теперь напишите пожалуйста сколько у вас сантиметров в талии получилось сколько сантиметров талия сколько сантиметров талия сколько у вас вышло вот висцеральный жир это фактически гормона синтезирующий орган он синтезирует гормоны храни хронического воспаления и так далее ну то есть там огромное количество субстанций синтезируется это этим висцеральным жиром и все это против нашего здоровья вот все у кого талии меньше 80 я прям поздравляю 73 72 73 быстренько девочки написали девочки а что же есть у кого больше 68 конечно когда талия нормальная прям хочется похвастаться да или у меня в основном люди которые худюшечки или у меня в основном худюшечки или все таки есть люди у которых талия за 80 забила я рассказывал вам историю как висцеральный жир спас жизнь я ее описала в книге старости нет сопроводительных письмах это была реальная история я на ночном дежурстве вместе со своими друзьями нам привозят по скорой мужчину у которого в животе торчит вилка общалась общался со своей любовницей что-то они не поделили она взяла ему вилку в живот а мужчина худющий тонкий с сахарным диабетом первого типа эта вилка прошла через тонкую подкожную жировую клетчатку кожу ясное дело и в брюшную полость а вот и повредила петлю кишечника мужик пошел на 1 на операцию спасли все нормально хирург который его оперировал рассказывает другую историю но они же смешные люди хирурги говорит привозят мужика с огромным животом в этом животе вот такой нож торчит я смотрю туда-сюда ну как бы надо же определить этот нож прошел брюшину тогда операция если не прошел заклеим ликопластырем и отправим в милицию оказывается сидели два кума общались друг с другом что-то не поделили один друг друг другому нож воткнул но этот висцеральный жир этот этот слой вот этого сала был настолько велик что нож не достал даже до мышцы до прямой мышцы живота не говоря уже о внутренних органах вот так висцеральный жир может спасти жизнь но только так во всех остальных случаях вот я серьезно говорю вот девочки извините давайте выпьем воды хорошая идея девчонки это наша с вами личная ответственность иметь талию меньше 80 мне отписались только люди имеющие нормальную талию если меня слушают люди которые имеют талию 80 и выше друзья это очень очень важно прийти к нормальной талии если парень то его талия должна быть меньше 96 тогда висцеральный жир минимальный и тогда все хорошо друзья я отработала огромное количество времени на жира она на анализаторе структуры тела то есть я не начинала с интернета нет ни в коем случае я думала боже как можно работать в интернете не зная о человеке сколько у него мышц жира висцерального жира но я приспособилась с помощью сантиметровой ленты я прошу вас приобретать анализаторы структуры тела и я вас учу работать с этой технологией в том числе так вот когда о допустим меня сто человек меня слушает много людей у меня слушает у меня есть статистическая выборка я спрашиваю по жироанализатору у кого показатель висцерального жира от 1 до единицы это единицы в аудитории в основном молодые люди я прошу их подняться они все красавчики они все очень красивые я прошу их присесть у кого показатель по жироанализатору по анализатор структуры тела 6-9 это тоже относительно красиво выглядишь дещи и люди но у них уже нет талии и они это те люди женщины которые ну как бы я не очень сильно замотивировала на но может быть мне нужно действительно пять килограмм сбросить вот так вот они рассуждают но так как они не сильно замотивированы они переходят со временем в другую категорию когда показатель висцерального жира 10-12 тут я задаю вопрос уже другой вопрос у вас бывают повышение артериального давления и люди кивают и люди кивают то есть расползлась талия сначала просто это эстетическое неудовольствие а потом присоединяется высокое артериальное давление люди идут к доктору доктор назначает два вида гипотензивных средств которые работают и чек продолжает жрать и жить в том же режиме гипотензивные средства работает но когда-нибудь все равно придет инсульт или инфаркт потому что вылечить гипертонию таблетками невозможно только вы сменное питание и в образе жизни а когда висцеральный жир как как у беременные мужчины знаете беременных мужчин больше чем беременных женщин выше 13 я спрашиваю вот допустим какое-то количество из 100 человек 10 подняли руки спрашиваю а продолжайте держать руки у кого был инсульт инфаркт микроинсульт микроинфаркт практически у всех друзья практически у всех поэтому еще одну историю рассказываю что я знаю историю запоминается один мой знакомый решила оформить страховку живет он в прибалтийской стране а вот и он что сделал он хитренький такой ему нужно было оформить страховку которая недорого стоит поэтому он пошел к доктору прошел все обследование холестерин нормальный инсулин нормальный нарушение углеводного обмена нет щитовидная железа работает нормально биохимия нормально все нормально и принес страховому агенту от доктора письмо что такой-то обследован он практически здоров тра-та-та-та-та-та а этому человеку 60 плюс тогда страховой агент внимательно все это дело прочитал говорит минуточку и открывает один единственный одну единственную книгу таблицы таки талмуд открывает такую большую книгу говорит вот сантиметровая ленточка померьте пожалуйста свою талию тот померил талию сказал талию так возраст талия я не могу вам дать дешевую страховку у вас вот такой процент на то что вы умрете в ближайшие 10 лет мой знакомый как так можно меня обследовал самый классный доктор посмотрите 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 я здоров на что страховой агент сказал извините а у меня статистика друзья поэтому сантиметровая лента это самый ценный измерительный прибор который определит вообще стратегию длину вашей жизни на ближайшие 10-20 лет я говорю огромное спасибо тем людям которые которые написали свою талию вот было талия 67 сейчас 98 до вот 82 талия отличная талия 2 сантиметрика уберете при метр семьдесят так хорошо вот ну что в основном стройненькие люди это хорошо друзья когда я начинала читать вот эту информацию у десяти процентов людей только была талия до 80 все остальные по крайней мере у меня была такая аудитория с огромными талиями я думаю что это и мой вклад на самом деле но потому что люди улучшаются так вот метаболический синдром обещала вам сказать что такое метаболический синдром основной признак это центральный абдоминальный тип ожирения если ваша талия больше 80 вы девочка если ваша талия больше 94 сантиметров и вы мужчина вы в зоне опасности вам нужно взять все возможное чтобы талия вернулась на место я замечаю сбросил один килограмм сбросил один сантиметр сбросил два килограмма сбросил два сантиметра и стали какие дополнительные критерии для метаболического синдрома ваше артериальное артериальное давление в уже выше 135 поставьте единичку у кого артериальное давление бывает выше 135 единичку если очень вы смотрите хороший вопрос если очень высокий рост те же были правила по талии конечно если высокий рост это правило сохранять сложнее но я сейчас говорю опять таки о всемирной организации здравоохранения которая собирает все результаты по всему миру то есть она имеет самое она самая осознанная по причинам вообще смертности от чего люди мрут и для простоты понимания вот эти 80 для сложности понимания я сейчас вам другую формулу дам это будет соотношение талия и бедра дождитесь и вы получите другую формулу но в целом в целом держитесь 80 при любом росте держитесь 80 до значит единичку у кого давление выше 135 это уже надо что-то делать согласны да это уже вам я вам при сегодня предложу прийти просто в систему старости нет расскажу что это такое вам понравится кто про себя знает что у вас плохая липидограмма двоечку ставьте что такое плохая липидограмма кровь вязкая похоже на молочный кисель это высокий уровень триглицеридов если захотите мы посмотрим системе старости нет вы сдадите липидограмму и я вас научу ее считать я вас научу вам считать не буду вы сами будете считать у вас низкий либо протеиды высокой плотности хороший холестерин низкий вы про себя это знаете а плохой высокий троечку поставьте те из вас кто знает что у вас высокий уровень глюкозы или доктор говорит там нарушение какой-то толерантности глюкозе или инсулинорезистентность троечку то есть самое главное талия но мы еще обращаю внимание давление липидограмма холестерин и глюкоза крови друзья это так важно это вот сейчас я говорю о том как не переступить красную черту за которой все болезни цивилизации я них уже говорил друзья всемирная организация здравоохранения она она не инфекционные заболевания только в двенадцатом году у меня старая статистика привели к гибели 38 миллионов человек по всему миру из них 16 миллионов были молодыми до 70 лет то есть мы теряем огромное количество людей в год ну может быть вам наплевать на всех но на себя же не наплевать и это все можно остановить я сейчас показываю на экране пузатых мужчин просто вот реально беременных пузатых мужчин для меня находиться ну ладно нельзя так говорить короче говоря если у вас дома вот такой пузатик это снижает вас в девочки это я вам говорю снижает вас по герцов потому что вы живете со старым человеком скорее всего у вас нет секса потому что этот висцеральный жир просто убийца тестостерона скорее всего ваш муж будучи таким пузатиком бесконечно нарушает правила питания в семье и вы не можете правильно питаться скорее всего и у вас бурдючок то есть нахождение такого человека в семье не только укорачивать жизнь самого этого человека ну как бы этот не не долгожитель точно с таким пузом но и тлитворно влияли влияет на вас потому что вы делаете те те же самые пищевые ошибки что он может быть кроме пива на ночь а также закладывают у потомства у ваших детей и внуков впечатление когда мне будет 60 у меня будет такое пузо и через несколько лет посидит первый инфаркт или инсульт и за мной будут ухаживать почему я сейчас жестко так об этом говорю потому что девочки это вы раскормили он только пиво добавил а вы раскормили я не доверяю воз просто я сейчас говорю о том что и я наблюдаю и воз наблюдает наталья девочки слушайте ребята если вы в чем-то не доверяете организации это не значит что организация вообще работает из рук вон плохо эта статистика мировая ей доверять но не доверять ну как бы вот вообще очень странно причем прививки миллионы жизни могут быть спасены течение следующего десятилетия если начать образование в стиле сфере стиля жизни друзья я этим образованием занимаюсь последние 20 лет и я счастлива что сейчас это на пике интереса потому что когда я занималась санпросвет работой в двух тысяч пятом году мне все говорили вот так займись чем в другие что он деньги приносит а теперь я занимаюсь тем же самым и все хотят быть нутрициологом потому что мы уперлись медицина классная у нас но она не может решать ежедневные задачи в вашем стиле жизни и на вашей кухне да она не пару неповоротливая система здравоохранения да она занята лечением последствий а кто инсульт будет будет лечить кто если все будет профилактикой заниматься только вы можете заниматься профилактикой пример пример ну во первых посмотрите извините что я не показываю картинки в инстаграм я не могу показывать картинки в инстаграм показываю в ютубе если бы вот этот молодой человек пригласил меня выпить кофе йог кафешечки я бы с удовольствием согласилась что мне в нем нравится мне нравится что он хорошего телосложения и у него живые глаза у него живой взгляд этот человек джордж он решил проверить как на фоне абсолютно нормального питания на него будет работать 10 баночек кока-колы ежедневно 10 баночек кока-колы маленьких ежедневно он решил пойти на эксперимент в течение двух месяцев но закончил эксперимент в течение месяца потому что за этот месяц он набрал 10 килограмм лишнего веса огромное количество людей мужчин и женщин питаются боль мень но допускают ошибки в напитках это может быть не кока-кола это может быть пиво это может быть какие-то спрайты это может быть но что-то вот такое что содержит от 5 до 11 грамм углеводов на 100 миллилитов продукта потому что видите ли просто вода им не вкусно если бы вторую в тот мужчина в которого джордж превратился пригласил меня выпить кофе я бы нашла повод отказаться потому что что понятно там животик ну ну подумаешь с кем не бывает так далее мне его взгляд не нравится у человека видимо рухнул уровень тестостерона он для меня старик извините что я прям так откровенно но когда мы выбираем партнеров мы выбираем партнера мы же не можем всех попробовать да мы примерно примерно представляем что же там может быть второй пример вы можете не то чтобы вы можете я вас прошу посмотреть фильм он называется шуга сахар есть перевод на русский язык я смотрела этот фильм для меня это было не открытие ничего но мне очень понравился эксперимент который лег в основу этого фильма расскажу вам этот эксперимент мы взяли красивого мальчик вот этого красивого мальчика мы взяли у него идеальная веса ростовое соотношение я не помню сколько ему лет его полностью обследовали перед экспериментом диетолог просмотрел его стиль питания и нашел что он питается в районе 2300 килокалорий у него свое соотношение белков жиров и углеводов питания потому что он родом из австралии а там принято низкоуглеводный стиль питания то есть акцент на белки есть какое-то количество жиров и минимальное количество углеводов окей тогда американские исследователи диетологи и и же с ними сказали давай сделаем так ты как питался 2300 так и будешь питаться 2300 хорошо хорошо то есть по калориям ничего не меняем но соотношение белков жиров и углеводов мы под подведем под требованием всемирной организации здравоохранения где у белков а одна часть жиров одна часть углеводов 4 часть 1 к одному к четырем кто помнит эту эту формулу он говорит окей насколько запускаемся на два месяца запускаемся и он запустился и он вел видео дневник сначала он каждый день ему нужно было делать запись что он завтракать какой у него обед как он себя чувствует что у него все остальное он не менял только соотношение в результате мы получаем через один месяц другого мальчика вот этого у него пузик у него почти гинекомастия то есть молочные железы смотрите как увеличились у него укоротилась шея что-то интересное и у него талия друзья выросла на 10 сантиметров было 84 стала 94 это он еще не в метаболическом синдроме но провели дополнительное после месяца правильного питания без гамбургеров без не без сладких напитков без ничего правильного питания у него резко ухудшились все показатели по крови углеводный обмен липидный обмен биохимия и он вошел во все группы риска более того он где так почему остановили эксперимент он стал себя плохо чувствовать он перестал выходить из дома он перестал гулять собакой у него расстроилась настроение он перестал нормально спать и у него возникло что-то типа депрессии друзья я а приведение наших тел к оптимальному веса ростовому соотношению сейчас я понимаю что я жесткий мотиватор я еще до мотивирую длиной вашей жизни можно ли посчитать на сколько лет вы можете пробить свою жизнь можно сначала посчитаем индекс массы тела давайте итак возьмите пожалуйста калькуляторы друзья возьмите калькулятор что такое индекс массы тела мы берем массу в килограммах я вешу 60 значит масса в килограммах здесь будет стоять 60 делим на рост умноженный на рост в метрах то есть рост в кубе у меня метр 74 1 целая 74 умножаю на 1,74 и 60 делю на то что рост в кубе получилось и получаю какую-то циферку давайте быстренько быстренько эту циферку вы мне напишите давайте быстренько напишите эту циферку а я пока буду разъяснять вот смотрите сейчас я посмотрю я предлагаю всем все всем по их посчитать я сейчас посмотрю действительно ко мне приходят на эфиры только худюшечки или есть разные люди просто не захотели написать свою то ли если получи полученная цифра у вас меньше 18 с половиной это дефицит вес ага вижу 2922 вы смотрите если меньше 18 с половиной сразу сразу себе отметьте это дефицит веса вам нужно работать с до перевариванием пищи велкам ту система старости нет а вот и вам нужно отредактировать количество белка который вы получаете а также пойти на силовую физическую нагрузку в удовольствие не надо большие веса иначе вы не остановите падение количество мышечной массы а соответственно еще и в остеопороз зайдете так нельзя до система старости нет она на самом деле и для худюшек и для людей у которых большая большой вес есть избыток веса потому что она преподает физиологии если у вас с 18 с половиной до 25 я вас искренне поздравляю все у вас хорошо все у вас замечательно вы можете просто понять за счет каких механизмов вы такая красивая такой красивый и держать эти механизмы я повторяю как посчитать повторяю как посчитать мы сейчас в числителе пишем ваш вес в килограммах например 60 или допустим вас 80 вес килограммах потом ставим черту и в знаменателе пишем ваш рост в метрах умножены на рост метрах это как меня метр запятая 74 умножить на метр запятая 74 на калькуляторы посчитали какая-то получилось произведение и числитель мои 60 килограмм например делим на это произведение и получается циферка какая-то вот эту циферку мне напишите девочки у кого получилось от 25 до 30 вот это та самая избыточная масса тела вы не считаете себя толстой вы не толстая вы не полная вы нормально я но вот этот избыток скорее всего у женщин жир везде откладывается в том числе в брюшной полости этого мужчин только в брюшной полости у них почему они меньше живут у них весь жир откладывается в брюхо весь жир у них висцеральный а у нас везде да вот скорее всего у вас тоненькие ручки тоненькие ножки но нет талии вот это избыточная масса тела 25-30 коэффициент индекс массы тела ожирение первой степени друзья 30-35 это первая степень ожирение второй степени 35-40 и ожирение третьей степени 40-50 если вы получили циферку и выше 50 это 4 степень так вот если у вас больше 30 вам нужно ко мне прийти потому что есть опасность валиться во все болезни цивилизации если у вас 25-30 ну вот мы с вами померили талию и если талия не оптимальная то вам тоже ко мне ну в общем друзья я в принципе уже не буду это я вам разъяснила каждую каждую запчасть да у худюшечек проблема в переваривании они не знают что такое суточную норма белка они не умеют строить мышечную ткань у людей с избыточной массой тела проблемы в углеводах они переедают углеводы у них маленькая физическая нагрузка них нифига не тратят и у них у этих людей та же самая задача наращивать мышечную массу потому что килограмм мышечной массы сжигает в 19 раз больше энергии чем килограмм жировой ткани где мы это все делаем у меня я создала систему старости нет система старости сейчас покажу ее где же она вот она система старости нет система старости нет закрывает все базовые потребности не ваши а вашего тела я я разговариваю с вашим телом через систему старости нет через ваш мозг на нулевой ступени на нулевой ступени мы запускаем процесс сжигания жиров это очень важно потому что жиры сжигаются в митохондриях а если вы бы тренированный человек и последний раз были на физкультуре в десятом классе а с тех пор ни одного кросса не пробежали ни разу не были в спортивном зале то вы бы тренированный человек я не знаю как вас похудеть потому что чтобы вас похудеть нужно взять жировую молекулу и притащить ее на мембрану митохондрий и там сжечь без движения я не знаю как это сделать как построена система старости нет вы утречком просыпаетесь и готовите себе напиток который вы пьете кофе так кофе я не против чай так чай только без сахара давайте уж договоримся лимонная вода так лимонная вода ставите перед собой этот напиток и нажимаете прослушать новый день от бахтиной и слушайте от меня пятиминутное видео не так час как я сейчас уже говорю а вот всего лишь пять минуточек но эти пять минуток сделают так что вы же в день немножечко по-другому проживете и 21 день я вам буду говорить вашему мозгу доказательно буду говорить зачем вам двигаться какой способ движения выбрать как его выбрать почему нужно плюс 50 процентов к пульсу покоя какие варианты могут быть и вы это делаете вместе со мной я сделала все для того чтобы у вас это отложилось как привычка молодого человека вы 21 день прошли молодец идете на следующую ступень на следующей ступени мы начинаем работать с питанием мы строим тело это суточная норма белка это его распределение в течение дня это его до переваривания закончился 21 день а у вас уже нет дефицита по белку вы уже имеете переваривать пищу от вас уже начинают отваливаться хронические заболевания желудочно-кишечного тракта хух идем на следующую ступень возвращаем турган тургор клеток это разговоры о воде это так важно то что мышцы на 75 процентов состоит из воды хрящи на 85 процентов состоят из воды у вас 5 литров жидкой крови а у некоторых меньше и она не жидкая а она как не знаю как кисель это очень важно никто еще не похудел без распаивания так вот мы распаиваемся 21 день мы распаиваемся у нас классные результаты круто у нас уже три правильных привычки физическая нагрузка суточная норма белка и мы распаиваемся и тогда мы идем на плавку жиров вот здесь мы разбираемся с углеводами но у вас уже есть результаты вы будете знать поверхностно про углеводов где есть углеводы где нет по всем продуктам после этой ступени вы не вы мне не зададите ни одного вопроса а вот это вот надо а сколько этого можно вы все будете знать мы будем знать сколько вашем рационе углеводов потом мы выясним а какой гликемический индекс и даже научимся читать гликемическую нагрузку также я вам докажу что низкоуглеводный стиль питания это нормальный стиль питания для человека и можно пользоваться весь остаток жизни только улучшаясь на четвертой ступени мы берем все наработки первых ступеней и формируем клеточную защиту я не знаю как это сказать чтобы это было извините продаваемо не все в жизни и вам нужно эту информацию получить но мне нужно умудриться вам ее дать чтобы вы захотели ее взять что такое формируем защиту друзья мы это клетки а клетки состоят из мембран и вот у меня четвертая ступень это мембрана построения без мембран митохондрии вы не получите энергии без мембран клеточных вы не получите новых клеток мышечных клеток и так далее вот это совершенно не коммерческая тема но я вынуждена весело интересно вам ее дать а вы поглотить на четвертой ступени мы разберемся с фосфолипидами с омегой 3 мы посчитаем вашу липидограмму и это будет большой разговор о холестерине вот она защита вот смотрите это стартовые вещи от вас 5 но иногда 10 минут в день но эти 10 минут в день меняют ваше представление о стиле жизни это и есть перепахать перри переменить стиль жизни так чтобы телу нравилось чтобы у вас с телом возник другой разговор примерно такой леночка привет ты проснулась но что ты готова дать мне водичку грыда я готова тебе дать водичку сейчас я тебе дам водичку сейчас тебе дома щелачивания потом мы с тобой пойдем погуляем посмотрим на море сделаем физическую нагрузку силовую нагрузку тебя будет больше мышечной ткани потом я тебя поведу поработать вот так вот понимаете прям рассказывать телу что мы будем делать и делать это ваше тело будет в восторге так как был бы восторге ваш ребенок если бы вы так с ним общалась ли общались ваш муж если бы вы строили с ним совместные планы и так далее чем тело хуже я не понимаю почему нужно строить отношения с семьей и не надо строить отношения с телом про остальное не говорю вы потом влюбитесь системы будете гордать еще еще пожалуйста потому что потом у нас пойдут чистки лимфодренаж чистенькие вы будете биологическое очищение организма грибы глисты и все остальное потом мы нас этим всеми витаминами минералами вас и на 1 учу ходить по магазину не покупать яды а кто пройдет чистые ступени тому достанется молодая осанка молодое лицо молодое движение вот и тот сможет стать сам себе нутрициолог или продолжить обучение уже более глубокое в курсе богатый нутрицолог вот такая вот история кто-то задавал хороший вопрос а если я высокая мне тоже 80 сантиметров или или там есть как какие какие-то другие расчеты да есть конечно другие расчеты вот они смотрите более информативный показатель это соотношение соотношение талию сейчас сантиметром мерить и талию и мерить и бедра вот и талию делите на бедра и если ваше соотношение нормальное ну отличное хорошо да и нормально вот оно должно быть не более 0 95 но стремимся не более 0 восьмидесяти 9 для женщин и не более 079 для извините на наоборот для женщин не более 079 для женщин и не более 0 89 для мужчин повторяю для инстаграма вы сейчас измеряете талию в сантиметрах и бедра в сантиметрах потом дали в сантиметрам делите на бедра в сантиметров получает циферку эта циферка должна быть для мужчин не более 089 для женщин не более 0 79 хорошо хорошо идем дальше так я потерялась немножечко теперь давайте рассмотрим талия и рак груди то что я вам хотела сказать я стала говорить по поводу по поводу инсулина что он заставляет ткани расти так вот смотрите накопленные в течение жизни жировые отложения в районе талии напрямую связано с увеличением риска рака молочной железы то есть не общее ожирение а висцеральный жир статистический анализ эта штука против которого не попрешь увеличение окружности талии каждые 10 лет на размер повышает вероятность рака молочной железы на 33 процента то есть смотрите размер размер одежды имеется ввиду размер одежды если вы 10 лет назад носили меньше размер одежды сейчас на размер больше а через 10 лет еще на размер больше вероятность рака молочной железы на 33 процента больше чем в среднем по популяции а если вы добавили два размера одежда то плюс 77 процент давайте в сантиметрах у кого лишние 32 сантиметра для девочек это 80 плюс 32 это 112 сантиметров талии и больше девочки вот если у вас 112 сантиметров талии и больше это удваивает риск смерти от чего-либо от чего-либо от всех болячек цивилизации друзья я оставила эту фразу обратите на нее внимание что же касается женщин с нормальным весом вес ваш не напрягает результаты исследований вовсе ошеломляют друзья каждый лишний 10 сантиметров в талии увеличивает вероятность приобрести смертельную болезнь на 25 процентов то есть если ваша талия 90 сантиметров то ваши риски у меня есть риски у всех есть риски но они какие-то базовые плюс 25 процентов а если талия не 90 100 плюс 50 процентов понимаете дальше идут результаты вы можете остановить видео и вчитаться в результаты я специально пишу письменный результат у меня есть и фотографические результаты но прям письменные результаты потому что здесь размерами одежды и так далее но давайте наталью цветкова на недавно со мной вышла на связь я процитирую не удавалось скинуть вес много лет но примерно полтора года назад случайно наткнулась на вебинар или друзья я прям работу чтобы на меня наткнулись вот если вам давно не удается снизить вес и вы случайно меня нашли знаете я работаю специально для того чтобы вы случайно меня нашли и возможно я то соломинка которая вас вытащит из метаболического синдрома сколько вы еще будете ждать я не знаю но встретимся через 10 лет отпишитесь сейчас через 10 лет найдете меня сколько можно ждать зачем ждать если прям сейчас можно стать я хочу чтобы вы красивая стали просто зная что вы при этом будете еще и здорово и так вот пересмотрела все и стала работать щитную пишет что она делает на сегодняшний момент скинула 19 килограмм и 56 размер одежды сменила на 46 48 до полного счастья состава осталось совсем немножко то есть наташа не только скинула но еще продолжает развивать свое тело недавно вышла на связь еще раз поблагодарила все держит все развивает у нее муж прошлом бодибилдер потом получил травму перестал заниматься и раз полнел и вот когда наташа сделала минус 19 килограмм он очень быстро смотря на нее восстановил свою форму и теперь оба красавчика на пляже вот все красиво все замечательно все девки смотрят на него вот ну не буду все читать потому что ну как бы да по анализам я вас научу разбираться вот эта девочка она просто сбросила мне как у нее меняется уровень инсулина по мере того как она выходит из инсулина резистентности то есть я понимаю что вы думаете что анализы эта задача чтобы вроде врач разобрался или пусть она в смысле я почитаю я не буду читать ваши анализы даже не сбрасывайте в систему старости нет я у вас попрошу анализы вы сдадите анализ и ваш углеводный обмен я научу вас читать на третьей ступени ваш жировой обмен я вас научу читать на четвертой ступени и вы сразу увидите свои дефициты мы с ними сразу начнем работать но я хочу чтобы вы умели читать свои анализы они я я умею вроде бы я сказала все друзья действительно это наша личная ответственность я сейчас даже не не о здоровье я сейчас о красоте потому что когда красота есть потом на теряется у меня было такое ощущение нет я не хочу зачем мне все это когда и здоровье есть это на него не обращаешь внимание а потом она теряется ты понимаешь что это самое ценное поэтому я предлагаю просто не терять красоту если вы умудритесь не потерять красоту вы не дойдете до самой глобальной серьезной потери потери здоровья это очень важно поэтому все кому нужно набрать вес идите в систему старости нет она для вас работать точно также хорошо как для тех людей кому нужно убрать вес единственное что не убирайте же углеводы но я об этом прямо там говорю вот всем кому нужно привести себя в оптимальный вес ростовой соотношений идите в систему старости нет все девочки которые хотят просто быть красивее чуть-чуточку красивее чем вчера то есть в прошлом году была красавица а в этом немножко красивее тоже вам систему старости нет то что на об эстетике ну вы наверное как-то поняли да о чем я думаю как я думаю как я отношусь к телу я к нему отношусь как своему большому другу и мы оба мое сознание и мое тело мы хотим быть красивыми и здоровыми если вы такой такой же человек то вам точно ко мне легкая программа обучения вы смотрите пятидесяти минутное видео каждый день она приходит к вам утречком и немножечко перестраиваетесь обязательно вам в помощь волшебный чат где я и мои кураторы отвечаем на каждый вопрос вот вы написали мы ответили вы написали мы ответили с я знаю сейчас большое количество людей присоединиться друзья я сразу говорю я имею право отказать то есть то что я сейчас работаю с большим количеством людей это не потому что я должна и обязана это потому что я хочу если будете ссориться в чате будете себя вести некорректно удалю и даже извините не скажу друзья моя задача чтоб в чате было была ситуация когда вы работаете над собой радуйтесь своим успехом радуйтесь успехом тех девочек которые тоже активно играют в эту игру жалуйтесь если что-то не происходит то есть рабочие моменты кей я не воспитатель никого воспитывать в чате я не буду за любое какое-то вот такое нечеловеческое отношение к себе и к окружающим сначала короткий разговор а потом я предупреждаю просто предупреждаю друзья сейчас нет эмоций на какие-то психологические моменты я просто хочу чтобы у вас был результат если вы хотите чтобы у вас был результат мы жмем друг другу руки за ручку идем к результату хорошо так 77 лет хожу на танцы чувство себя нормально мне 55 килограмм дэна вы молодец я прям хочу в 77 как вы так да это я читаю что что люди пишут но если если начать худеть до нормы например 59 сразу все провиснет руки но не провисает у нас ничего потому что мы работаем с соблюдением суточной нормы белка то есть мы даем мы с этого начинаем мы даем суточную норму белка мы следим за до перевариванием этого белка это очень очень важно мы поддерживаем стройнее я подплавливая жиры мы поддерживаем и наращиваем мышечную массу мышечную массу соединительной ткани так далее потому что мы не на ограничение питания это делаем сейчас несколько вопросиков отвечу добрый день скажите пожалуйста дочке пять лет ферритин но почти нормальный витамин d почти нормально нет это дефицит и педиатр сказал педиатр сказала все в норме часто болеет спасибо большое все нормально просто кормите ребеночка это омега-3 лицетин это витазаврики для пятилетнего возраста водичка с хлорофиллом просто кормите ребеночка так рост метр восемьдесят пять талии 79 молодец молодец было 7 родов боже мой поздравляю индекс массы тела идеальный как рассчитать риск неверно наверное нужно соотношение талии к росту да но я уже дала это да вы молодец вы просто всем родов боже и такая талия умничка умничка да так благодарю за ответ хорошо лена скажите пожалуйста я ем каши и фрукты и ягоды из углей это все но моя талия вес всего 168 талия всегда наверно один да без 56 инсулин 4 сахар 45 почему у вас нормальный инсулин у вас нормальный сахар у вас идеальный вес ростовое соотношение вы интуитивно или по чьей-то подсказки выбрали оптимальный для себя стиль питания по углеводам по белкам вы красивая марина don't worry be happy и be beautiful до плохой холестерин норма хорошей высшей нормы плохой холестерин норма хороший выше на одну нормально пусть будет так это нормальный вес ростовое нормальное соотношение хорошего и плохого холестерина так 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 это я смотрю что вы мне тут написали моя дочь 40 плюс у нее отличная фигура она есть все в любое время суток молодец это здорово есть все смотрите друзья есть люди которые интуитивно нашли правильный стиль питания интуитивно я не знаю как это у них получилось но интуитивно и соответственно вы думаете что она ест все да но если на меня со стороны посмотреть пригласить меня в гости или еще чего то я тоже могу есть все но это не значит что я в системе ем то что я ем на ваших глазах систем меня достаточно строгая логичная моя система я знаю по себе сколько мне нужно белка сколько углеводов и какая физическая нагрузка под все это если у меня исчезает физическая нагрузка я жестче по углеводам ну по белкам если у меня там сбой пищеварения тогда жестче по белкам я вас научу тумблер и труб тумблерами этими работать это под себя нужно подобрать это уже тонкие настройки знаете как скрипач настраивает куколками свой свой инструмент а потом тонкая подстройка там такие вот кругленькие есть движочки тоненькая подстройка вот эту тонкую подстройку тоже нужно делать а ваша дочь она умна физиологически изначально это очень здорово поэтому она красивая если тестостерон низкие мышцы уходят даже при норме белка да мне сказала врач тогда потому что тестостерон это анаболический гормон эстроген это анаболические гормоны они есть мышцы растет поэтому я и пристаю друзья давайте станем лучшей версии себя выйдем на пик мышечной массы до ухода в менопаузу а кто уже в менопаузе ну друзья это не значит что не надо работать значит надо работать просто результаты будут не такие быстрые как хотелось бы вам и мне но будут мне нельзя кушать жареное естественным способом похудела хорошо так скажите пожалуйста крем или гели эстрогена эстрожель это ведь био идентичный гель написано в инструкции что био но написано значит био все время хочется сладкого и нет энергии вес маленький если вес маленький и вам хочется сладкого то пожалуйста используйте сладкое используйте сложные углеводы пересмотрите свое питание чтобы там было достаточное количество белка и достаточное количество углеводов гликемический индекс до 70 соблюдайте регулярное питание что вес маленький займитесь перевариванием пищи вам системы старости нет да дикий ямс индол можно можно использовать в одной программе вот так ферритин я уже отвечала все здесь ответила ответила и еще несколько вопросиков инстаграме отвечу ладно поэтому кто в инстаграме задавал вопросы продублируйте как я отношусь голодовки на сухую я никак них не отношусь голодовки не на сухую не на мокрую смотрите у меня внутри какие мысли у меня внутри я вам расскажу как как вообще это родилось в общем до 25 лет я раз в неделю ходила на сухую голодовку мне это было очень удобно потому что я в субботу шла на суточное дежурство то есть я в пятницу приходила на работу в роддом в пятницу вечером я уже ничего не ела всю субботу ничего не ела но потому что никогда долбаться брать с собой вот и воскресенье я уходила с работы засыпала то что надо было то спаться от суточного дежурства когда просыпалась тогда уже выходила из голода мне было вот так мне было 30 лет нет мне было до 30 мне было до 30 потом у меня родилась ульяна моя дочка в 25 лет когда я забеременела ясное дело перестала голодать потому что я понимала ответственность за плод я не имею права оставить его без продуктов питания потом я ее кормила долгое время грудью тоже с этой ответственностью а потом откормила и думаю надо возвращаться к моим голодовка а потом так бахтина получается ради ульяны ты регулярно завтракаешь обедаешь ужинаешь следи чтобы были клетчатка витамины минералы омега-3 все необходимое а на себя тебе наплевать ты готова отключить питание на 40 часов в неделю ты вообще нормально это я себе задала такой вопрос и я решила что это не нормально друзья и я никого не учу не голодать не на интервальное голодание не на какое я хочу чтобы вы поняли что у вас есть физиология питания чтобы подстроились под свою физиологию питания голодают те которые себя за запустили и потом хотят отключением голода получить эти заветные минус 3-4 килограмма но потом вы откроете рот и это все вернется все же вернется а голодание обычно не думают люди которые в оптимальном вес ростовом соотношении если конечно они не в духовные практики уходят какие-то ну я не о духовных практиках просто я большое количество людей консультировала и консультирую которые потом разгребают последствия ухода в эти духовные практики я имею ввиду в связи с голоданием поэтому мы никогда не отключаем питание мы каждый день даем норму сегодня норму не больше не меньше завтра норму послезавтра на организм прислушивается понимает скорее всего она меня любит она любит от strange кормит каждый день она не поет каждый она мной пользуется каждый день скорее всего она мне любит как еще вам объяснить заведите кошку кормить ее каждый день но на 40 часов отключайте питание и посмотрите как вам относится животное что тут непонятно я кормящая мама когда вы приходите ко мне в программу высытая довольны и животик теплый ваш муж доволен по что вы его кормите плохо отношусь плохо нет у меня застой желчи гастрит голодовка чтобы восстановиться застой желчи застой желчи голодовка чтобы восстановиться при застой желчи вы серьезно у вас застой желчи по что вы нерегулярно даете себе пищу вот почему у вас застой желчи это не лечится голодовкой голодовка и лечится только острый панкреатит в европе на складе нет дикого ямса потому что он не за сертифицирован в европе как вот на еще у вопросики как я отношусь к чему и измените мне состав нужно если вы хотите от меня как вы относитесь капельницы золушка друзья я никак не отношусь капельница кто-нибудь стал здоровым благодаря капельница ну хоть кто-нибудь или все-таки это заслуга не капельниц а вашего адекватного поведения в отношении собственного тела вы видели хоть одно животное которое себе делают капельницу или клизму где-нибудь в лесу но если это какой-то такой выживательная технология то я рассмотрю конечно но очень маловероятно капельница причем вот капельница я питание я выходе из метаболического синдрома я мышечной массе я красоте в любом возрасте капельница ладно хорошо друзья подписывайтесь на канал вот смотрите результаты из чего состоит система смотрите как она как она простроена какие впереди вас ждут ступенечки и идем спокойненько по этим ступенечку до получаем свои результаты всех люблю всех целую и до новых встреч